Сегодня на базе Северокавказской государственной академии открылся первый в республике военный учебный центр. Участие в торжественном мероприятии принял глава Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности в сюжете Артур Мхце. Идея открытия в Карачао-Черкесии военного учебного центра на базе одного из вузов республики существовала давно, но лишь пару лет назад она приобрела для региона реальные очертания. В декабре 2022-го председателем правительства России Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о создании 16 военных учебных центров при государственных вузах. В этот список вошла и Северокавказская государственная академия. Приезжавшая год назад в республику группа сенаторов, курирующих в том числе и военно-патриотическое направление, еще раз подтвердила заинтересованность в дополнительном обучении студентам в военном специальности. Стоит отметить, что создание в Карачао-Черкесии военного учебного центра стало совместным решением руководителей республики и вуза, которое в Минобороны полностью поддержали. Официальное открытие центра началось с возложения цветов к мемориальному сооружению с именами воспитанников академии, погибших в ходе специальной военной операции. Далее перед студентами и курсантами вуза выступил Рашид Тимрезов. Поздравляю вас с официальным открытием центра и началом первого учебного года в его истории. Отмечу, что в первую очередь открытие военного учебного центра отвечает задачам, поставленным нашим национальным лидером, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным по патриотическому воспитанию молодежи на примерах наших доблестных и мужественных защитников Отечества, которым был и остается в нашей памяти герой России Канамат Баташ. Теперь у студентов академии появилась возможность на добровольной основе осваивать воинские специальности, а впоследствии получить наряду с дипломом и военный билет. После торжественного открытия центра почетные гости постили учебные классы, убедились в качестве материально-технического обеспечения. Наработан определенный методический материал, сейчас материально-техническое обеспечение учебного процесса, и у нас поставлен на хорошую ногу, в принципе, получены все виды стрелкового вооружения, которые находятся в мотострелковых подразделениях, за исключением ждем поставку военной техники. Ну, это начнется уже со второго курса обучения у них, поэтому у нас время еще не есть. А база уже подготовлена, то есть ангары для размещения учебной аудитории подготовлены, и, в принципе, у нас уже проведены первые занятия. Направление подготовки – это мотострелковая составляющая, в первую очередь. Первый взвод мы уже набрали, это будут ребята учиться два года, сержанты, старшины. Мы обратились с предложением рассмотреть возможность подготовки военных медиков, не просто офицеров запаса, которых мы планировали готовить, в том числе на базе военного центра, но и кадровых военных медиков. С учетом того, что три вуза в стране готовят такое направление подготовки, их не совсем хватает. Одним из тех, кто теперь обучается в военной специальности, студент мединститута Николай Корниенко. Дело в том, что я всю жизнь хотел стать военным врачом, и это была мечта всего моего детства. И когда я поступил в медицинскую академию, я услышал, что планируется открыть военный учебный центр. И, естественно, я, недолго думая, сразу же решил собирать документы и поступать сюда, чтобы получить дополнительное военное образование, ну и чтобы осуществить свою мечту. Руководителем учебного центра при академии является родной брат Канамата Баташева Мурадин, который рассказал, каким критериям должны соответствовать будущие курсанты. Первое условие – это возрастные ограничения, не старше 35 лет. Следующее – он, так как мы готовим военнослужащих запаса, необходимо, что он поступил в один из институтов нашей академии, чтобы уже учился на первом курсе института. После зимней сессии, то есть окончания первого симметра, мы весной среди первокурсников начинаем отбор. Отбор осуществляется по трём критериям – подтягивание, стометровка и три километра. Оказаться в числе курсантов центра могут только те, кто успешно выполнил все нормативы, а также хорошо учится по основной специальности. Впрочем, если с первой попытки поступить не получилось, у кандидата есть ещё одна. Главное – выполнить работу над ошибками и всё-таки преодолеть необходимый барьер. В скором времени в военном учебном центре планируется дополнительный набор групп, а среди педагогов – опытные наставники кадровые офицеры, в том числе из регионального управления Росгвардии. Артур Мухцелий, Бастанов, Вести, Карачаево, Черкисия.